Наши, сколько мы в миру, сначала женились, а потом уже венчались, будучи мирскими службами, блогскими соединенными. Получается, что наши жены не готовы идти дальше, до тех пределов, которые приняют в то, как мы идем? Я могу сказать только, несчастный человек и мученик при жизни уже. Не дай бог это. Я просто не имею, у меня другое. Я женился, когда был верующий, и она была верующей. Но предварительно перед тем, она уже от меня набралась всего. Она была учительницей, уже в школе начала проповедовать, ей знали, решили право учительства. Я ее уже взял, говорится, готовенькую. И поэтому у меня нет вопроса там пост соблюдать, ехать, куда. Она сейчас там на коленях молится за нас. И если я утром встаю 4.40, она уже ждет на молитве. Бывает, я сел за стол, ну как говорится, она забухтела что-то там по-своему. И надо где-то. Ну, я могу, у меня силы больше. Я ложку положил, встал в угол, молюсь, Богородица, делала радость, пропелла-то благодатная. А вернулся, она стоит рядом в улице. Я только села, она никак не договорила. Я вот вчера-то там-то, ты вот это вот, там тебе не надо было-то. А жена не и учит мужа. Я ни слова не говоря, опять на их вот. Три раза я ушел, не доел. И это такая каза, нас готовила, а я не ел, ушел на работу. Все. Больше она к этому не приближается. Но я твердо держу эту линию. Понимаете? Здесь как ты себя поверешь. Не так, что я сильно, да я ее размажу, я оборони Бог, бить или что-то. Ты ее не возьмешь ничем, как только любовью. И при том, надо помнить, это немощный сосуд. И не потому, что я ее там, говорится, переломаю кости, будет плохо. А потому, что, говорит, чтобы не было у вас препятствий в молитвах, Павел говорит. Самое большое беда несостыковки с женой, неурядности, когда в разнобой пойдет молитва. Она не будет, а я буду молиться в другой комнате. Это трагедия уже. Понятно, чтобы не было препятствий в молитвах. Это самое ценное. А когда мы вместе молимся, она с ничто больше не разделяет. Посреди нас Христос. Я говорю не только о себе, а о той ситуации, которую я часто наблюдаю у наших же прихожан и так далее. У православных христиан. Может быть слабоживущих, но тем не менее, в этой ситуации жены не готовы идти на исповедничество. Женам удобно жить в городе, а не уходить из города. А выйдете в городе, действительно, соблазном больше. Ведь понятно, что выбирая, допустим, для того же ребенка школу, вы даже выбирая первого учителя. И часто бывает, учителя нет поблизости. То есть наши семьи желают большего удобства мирского. Знаете, я теоретизировать могу перед вами. Ну вот, он только что женился, он не только родился ребенок, вот он так сидит. А ребенок, допустим, уже не слушается. А ребенка-то уже два года, уже большой. И он уже ребенок руководит ими, и они там, бабка там все. Я им говорю, ребенка дайте мне на недельку, сколько-то, ребенок совершенно другой будет. Ко мне в Лайке когда привозят, там есть на форуме, вы видите, Яша плачет. Из Каннска привозила Анна, и он в кружку у меня плачет. Дальше прекращает плакать, ничего, даже по мне этого нет. Ну а если она не такая, не могу я вам дать совет такой, который... Хорошо, вот так как бы... Вот так и подходит, она уверовала раньше. И вот я сказал ей, а она по-своему сделает. Ну, допустим, она решила ехать в город, мы сейчас оба в деревне находимся, ей надо там получить. А я поеду, я говорю, ты не ездишь, она не ездит, но я уехал, и она без разрешения, а она уехала. Она мучается ужасно. А я уехала, а тебя нет, да я подумала, то другое. Я не разговариваю, ну ты делал, ты сама с нее хозяин. Она падает в ноги, прости меня, я вот уехала в город, что я не знаю как, да я не хотела, а тут у меня деньги кончились, надо было пенсию получить. Я не разговариваю ничего. Да, конечно, она уже все вижу из себя и сходит. Тогда на молитву давай, пошли молиться вместе. А на молитву еще поцелуй. Ну, это только позавидовать можно. А вот такой еще момент. Часто дети в силу наших грехов, в силу нашего недооценки этих опасностей, ну, по разным причинам, оказываются компьютернозависимы. То есть, ну и холодные, скажем так, молитвы, да? Вот, понятно, что лучше вариант решения этой проблемы, когда родители сами подают пример горячий разлив Бога. Я понимаю, это самое лучшее. Ну, вот, тем не менее, как бы, князь Миросева, он берет свое, и это обруда не только по своей семье, когда ребенок, в какой-то момент упустили момент, он пристратился к страсте компьютера. Известно, что дети через компьютер становятся очень холодными. Они бесноватыми делаются, не просто так, они буйно бесноватые. Это хуже наркомания. Пороть вас надо, вас. И каждый день по 40. И отмачивать, а потом дальше. Как же ты мог допустить? Ко мне привозят в лагерь таких детей. Я их очень быстро узнаю. Заходим в храм, окна открыты, все открыто. Бац, парень упал. Ребенку 12 лет. Бредно. Его вытаскивают на скамейку, на улицу. Заходят. Все за Наня, сапфира упала. Сапфиру за руки, за ноги выносят. Заходят, третий упал, а эти сидят, глазами хлопают. Дальше я разбираю, в чем дело. Все компьютерные игры. Сатана не терпит, ладно, но. Сатана не терпит. Священник прошел, походил. Я их знаю, в чем дело. Что делать? Я нахожу с чужими детьми, что делать? А ты со своими не можешь. Так вот и хозяин-то. У меня в лагере такая дисциплина. А это вот воспитатель, вот воспитатель перед вами сидит. Ко мне приехал в гости начальник летного высшего училища. И он посмотрел, только у меня такой дисциплины нет. В летном военном училище. За столом ни одного слова, даже шепотом. А подать. Напротив стола, в шапочках, в форме, дежурная стоят. Смотрят. Показал первую половину, сразу выполнили. Вторую добавки дали. Третью дать. Или показал вот так вот это. Молока дать, значит, чай, значит, они знают. Вот что сказать. Каждый знает жест. Легли спать ни одного слова шепотом. А почему? Я вам объясняю. В Англии такой порядок. Если в общежитии дважды нарушил покой, тишину, лишаешься права на общежитие. А он засмеялся. Он подходит. Кто смеялся? Никого нет. Так, быстренько одевайтесь. Выходите на улицу. Все выходят. Два часа. Там много ребенка ставит. Разговариваем на четыре дня по полчаса. В руки, в руки, как это винтовка тебе. Стой, карауль здесь. Он стоит теперь и звезды считает. А я, бывает, приду, их вместе все соберу. И с ними тогда гуляю. А все спят. Беседы. Боги рассказывают. Так они готовы умышленно нарушить, чтобы пойти еще на этих беседах побыть. Ему на всю жизнь это зарубка. Он все это слышит, видит под звездным небом. Но мне Бог даст положить на сердце, что сказать. Почему же мы допустили? К ним приезжают начальники лагерей и другие. Дети, которые в других лагерях были. На ней прыгают и кусками хлеба кидаются. У нас как сидит за столом. Вот стол. Вот даже ели, сейчас видели. На кусочек. Вот стол. За него подбородок, за вертикаль, чтобы не заходило. Подчеркнул. Синхронно беру руки. Поел, чашку залезал. Дежурному показал. Дежурный махнул рукой, чашку опрокинули. За все лето ни одной ложки погибшей пищи. Тебе что? Что мешает? Я каждый год занимаюсь другими детьми, чем в прошлом году. Новенькие. И они все ходят, говорят, по одной плашке, по одной струнке. А если на будущий год компьютерные игры были увлечены, детей уже не принимают. Ввожу новое в правило, проголосуем за это. А молитвное правило какое-то вы встречали? Как молиться за детей, которые все время этому подвергались? Я не верю в это. Хорошо. Католики назвали святого Исидора. За компьютерными играми смотреть и проще. Я в это не верю. Речь идет именно о молитвном правиле. Я должен рассказать им. Значит, встать на молитву. Но у меня нет. Я говорю теперь уже за пределами своего дома. И такие, которые дети были, я давлю в первую очередь на родителей. Я им такие примеры. У меня на форуме следит, как ребенок бесноватой игры не дали. Другой, она мать утром встала. Говорит, что ты делаешь? Ну, уже эти. Он сводил нож и сразу мать зарезал. Это все на форуме стоит. Ты этого хочешь? А если не так? Все вдребезги, разнесло, разобью, даже праха не оставлю. И все кончилось. Это мое право, мое дитя. Но этого не было. Я не разбил ничего. Когда ребенка 18 лет, то уже... Ну, так ты-то 18 лет, он же не 18-летним родился. Вот он начинает. А у меня вот зять такой, он там меня бьет. Я говорю, а зять как попал? Как? Так на моей дочери Валюше женился. А ты Валюшу где взяла? Так я же родила ее. Так она у тебя была в очреве. Ну да. Ты ей песни пела? Ты ей музыку давала слушать в очреве? Или чем ты? Спиталась-то? Как ты ее так могла воспитать, что она змея Горыныча избрала вместо ангела и привела в дом? Так поделом тебе, что он тебя табуреткой клещет. Неси это их, это твое. И не ропщи, мать. Терпеливо переноси. Убьет его, значит, пойдешь в Сарство Небесное. Молись за зятя. Молись за них. Молись. Начинает молиться, перелом в семье. Зять делайся другим. Ты милостынюю жертву. Находи обращение. А то он с работы придет, дорогой зятюшка. А ты на нее смотришь, как он вот старая змея Мигера под колодной. Он тебя так зовет. Он тебя будет маманька звать, на руках носить. Я свидетель этому. С любым можно слонам на волосинке вести. А со злобой на веревке овечку не утащишь. Это все в тебе. А это вот теперь вот эти молитвы семикратно в день прославляю тебя. Наши люди, которые знают, они постоянно звонят. Наши общины. Помолись. Я уезжаю. Так вот звонит. У меня такая нужда заболел. Как комарнирский отец Василий вышел? Говорит, начни с себя. Ну так уж, каждый должен начинать с себя. А встречи, как вот встретиться, если нам встретиться? Это ваши вопросы. Их вопросов сейчас было не меньше тридцати уже. Это уже может составлять... Я вас позвонил. Нет, 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 я к тому говорю, что... А это ваши вопросы, они вполне божи, были бы для других ваших товарищей. Если бы он собрал-то других. Я его понимаю. Это Васту Василию сейчас договорили, что он собрал своих прихожан, когда я приеду. Это моя стихия с людьми беседами. Нет, ну, каждый почеркнет для себя нужное, полезное. Вот я... Ну, как нужно решить? Если мы решим, вы можете как-то... Ну, если поедем назад, там, это как-то можно. И мы не обещаем ничего, потому что мы не знаем, где их будем. Но... То есть, это один из вариантов, это же вполне допустимо. С отцом Василием почти договорились уже. Он говорит, сообщите, когда приедете. А мобильный телефон есть у вас? Вот он здесь. Вот он. Вот он вверху. А, вот вверху. Вот он, мой мобильный телефон. Но здесь мы не отмечаем, потому что здесь высчитывают... Ну, у нас другая карта. Нет, если мы звоним вам, вас не высчитывают. Высчитывают здесь. Здесь мужчины. То есть, если бы я дома был, тогда не мужчины был, но я в пути. А мне не с чего. Мне купили телефон кто-то, положили деньги. Я никому не звонил, никому надо, если крайне стоит. Я бряпнул и скорее закрыл его. А они теперь знают, мой телефон высветился, у меня ничего нет. И я всем обладаю. Как он, Стоп, Павел говорит. Как, понимаете? Если не люди, которые со мной живут, они же слышат, скажут, Ну, скажут, раз добрался старик-то, что он брешет-то здесь. А они этого не скажут. Они знают, что это именно так. Вот что у меня есть, вплоть до рубашек, это все кто-то мне купил. Я все, почистую, все давным-давно разбазарил. Квартиры там, которые дома вот эти получил, все они подписаны. В доме, в одном у нас это церковь основана, молимся. Другой, который там, пришлось там, верующий брат, не какой, во Христе. Он все оформил на себя, я все дела свои передал, но кое-что еще держу на себе. Это молитва и форум. МФ. Скажите, пожалуйста, вот вы у себя, вот, поселение, скажем, как там правильно? Потерявка, поселок Потерявка. Потерявка, да. Все-таки, юридически как-то защитили, чтобы, допустим, не селились посторонние? Это невозможно. Это будет вопреки Конституции Российской Федерации. Почему, если вы землю купили, допустим? Нельзя, нельзя купить. Вот, допустим, нет, секунду, вот, как я знаю, опыт такой делает. Приобретают землю, оставят на них и приглашают селиться другие. Он один, допустим, один, это он может сделать. Здесь мы не можем. Статус придан государственный, и приезжают люди, где они будут селиться, если земли никакой нет. Поэтому, если приезжают люди, будут земля нарезаться и дальше. Мы не можем ограничить сами себя, петлю на себе затянуть. Мы это знаем. Такой вариант прорабатывался. Там приезжали первый год, давайте мы тут откроем колбасный цех, или там будем гнать водку, паленку, там что-то, уртах. Я в другом говорил. Я говорю, грубо говоря, предприниматель, ну, грубо говоря, продал бизнес в связи с этих глобалистических вещей, против которых мы не принимаем. Он продал бизнес. И купил, грубо говоря, 100 гектаров земли, 100 гектаров земли, и поставили, допустим, грубо говоря, поселили из 5 семей. И говорят, пожалуйста, селитесь в другие, но с вашими правилами, которые вы обозначили, там, не логи, там, ну, не матерись, не курить и так далее. Если он это правило, то есть, пускай поставит он, да? Если он это правило нарушил, то ему говорят, извините меня, то есть, вы должны уехать. Он не уезжает тогда, ему напоминают, что земля это не его. И тогда ему, то есть, хотя бы искокультурный человек воздействует на этот человек. Я понимаю, что... Нет, это будет антиконституционно. Каждый гражданин имеет право передвигаться и жить в любом месте. И поэтому у нас, если люди уезжают, это добровольно. Мы не можем правила наши написать, вопреки Конституции. Это превалирует на земле Конституции Российской Федерации. Мы обязаны войти. Дресс-код наш, это для нас. А которые приезжают посторонние, я не говорю, что ты сиди, пока принесут, там, да, платочек наденут, и придешь там. А я не желаю. Ну, она пройдет, в штанах выйдет, я не могу ничего. Завтра сто цыган приедут, поселятся, ничего нельзя сделать, но они не поселятся. Там молитва и все выжжено. Там сатаня место. Это самое главное. Там молитва и пост. Батюшка объезжает, все это, кропит водой. Приезжают люди, вот этот, который один, начал петь. Ну, мы собрали собрание, предупредили. Выгнал, все. Мы ничего не делали, как крестный ход сделали, это нам не запрещено. И к вечеру его духу уже нет по свой дешей день. Мы знаем великую силу нашего Христа, который слышит избранных своих. И мы нигде, ни в одном пункте не постигнули на права Российской Конституции Российской Федерации. Почему нас власти терпят? А тут сразу возникли такие вопросы. Слово проблемы я ненавижу просто. Я его не употребляю. А есть нерешенные вопросы. И у нас все это было бы по-другому. Ну, вот так у нас пока. Может, где-то сумели бы они по-другому. Там земля, у тебя нет земли, а ты съезжай. Для меня это звучит уже не по-христиански. Не по-христиански. Земли. Какая земля тебе? Дворшина тебе. Какая твоя земля? У нас именно так, что совесть на первое место. Мы беседуем, говорим. Дальше объявляем пост. Ты хочешь молиться, Ваня? Давай тебе будем молиться, чтобы у тебя по-другому было. Мы призываем к молитве. Батюшке никаких рычагов нет. У нас есть сейчас, там один пьет. Мы ничего не можем. Батюшка запрещает, допустим, с соглашенными вместе будешь стоять в притворе. Прошло время, он не пьет, теперь опять заходит. Но больше нет рычагов никаких. Один рычаг любви, молитвы превыше всего. Вот у нас положено, в лагерь нельзя заходить в брюках женщинам. Но она приехала в санэпидемстанцию, посланная. Я ее не пускаю. Она сидит с документами, ей надо по лагерю работать. Я запускаю, и прокурор. Прокурора я запустил, я обязан, потому что прокурор проверяющий. Милиция, а в милиции приехали одеты непотребно. Я их всех переодеваю. А та стоит там, но меня-то пустите, мне нужно посмотреть, как у вас дети живут. Понимаете, я ее довожу до полного изнеможения. Все уже вот за стол собирают, сейчас буду я их гостей кормить, а она за станом там сидит. Но у меня на первом том месте не правило, а моя любовь. Ее надо принять. Я ей подхожу и говорю, Анна Ивановна, вот это у вас бумаги, уполномоченные, вы их можете в портфеле оставить, не заносить, а просто как частный человек зайти. Конечно могу. Она вставила сумку, теперь я тебя не из санэпидемстанции принимаю, а вас лично, Анну Ивановну, которую уважаю, вы хороший человек, но у вас нет юбки. Принесли она вот такая широкобедра, ничего нету. Никогда принесли кусок материи, она обмотнулась, я ее завожу, я ее накормил. Но ей-то охота проникнуть в келье, посмотреть, какое белье, что вас интересует белье. Но вы, Анна Ивановна, вы как частный гость. Да-да-да, я ей теперь то, что она хотела, с папкой пройти. Я ей то же самое дал, я выполнил ее. Зачем она приезжала? Она уже не скажет теперь ни в милисте, ни где, что я ее не пустил. Я пустил, но она все время сама себя ущемляет, что никуда не выпустит данные эти. Понимаете, здесь на каждое слово, ну, надо мудрости просить у Бога, как поступить-то. Вот ребенок у меня пришел, ну, на пляже был, там у нас пруд наш, и он пинал, раздевалку. Лимпички пришли, сказали, Валера, не пинай, у нас жаловаться нельзя в лагере. Но если сказали, пойти к старшему не идет, тогда обязан прийти сказать, ты почему пинал? Дурью маюсь. Я ему дал чурку, вот такую вот, теперь туда, туда 300 метров гнать ее. Ногами пинаю, догонишь до туда, теперь обратно пригони. Он больше никогда не пинался. Я должен адекватно ему дать наказание. Ребенок забывает вещи за станом. А дети помнят, кто в чем ходил, сели за столом, дежурная мигом вокруг стана. Он на горожен у нас стан. Они отбежали, вещи все принесли, все кричат, это Фросина, это Манина. Так, эту вещь он обязан взять, над головой крутить, вокруг стана три раза отбежать и кричать, я забываю вещи за станом. А в это время мы едим. Если он ко второму успеет, его второе, первое уже не будет. Все, память пришел. Понимаете, на каждое действие у меня противодействие, такое, что ребенок понимает, он виновен, ему нельзя быть таким, каким он был. И они нашли большая черная стрекоза. У нас есть синяя, желтая, но черных нет, но это черная. А один шел и говорит, а он черная стрекоза. А другой подошел, взял, а этому не надо было. Но когда этот стал ее в большой коробочке показывать, тот говорит, ну я же ее нашел. Он говорит, ну ты же ее не взял. И они ко мне идут разрешить, это спор. Конечно, не мне тут с бородой, но я занимаюсь ими. Так, хозяин ее тот, кто ее подобрал. Но если попросят тот, ты ему покажешь. Все, я их разрешил, спор, теперь они опять вместе. Каждое дело я должен вникнуть и посмотреть. Для него это очень важно. Так точно и в семейной жизни, и в государственной. Мы нигде не перешагиваем Российскую Конституцию. Нигде. Наши пути не пересекаются. Нас сразу задавят. И газеты, и прочее. Что мы, ну, во-первых, я знаю, чем это, какими конкретными последствиями. А вы можете обратиться в милицию, а милиция скажет, статья Конституции глазит, каждый может поселяться в том месте, которое ему нравится. Но ведь есть пределы, которые мы уже, Конституция, если, по сути, сегодняшний день власть придержащая, как правильно называется, власть придержащая, они, по сути, гонят со всей опорой Россию государственного антихриста. Я понимаю, что в том, что приближает нас к антихристу, мы не имеем права участвовать в этом. Не участвовать, не одобрять, и в то же время тут нужно найти вот такой баланс равновесия. Вот мы не нарушаем Конституцию. В то же время везде действуют наши правила. У нас свой христианский устав. Во всем. Даже, чтобы собаки не лаяли. У нас собаки не лают. Только когда хозяин в адор войдет. Скотина, чтобы не болталась. Руки мазутные там не будет. То есть до мелочи все указано. Нигде ничего не жечь. Это нигде не противоречит Конституции. Но у других ничего этого нет. У нас правило. Чужой появился, подойди спроси кто, что ему нужно. Вся деревья, как одна семья. У нас правила оговоренные, но они нигде не противоречат Конституции. Нигде. Как в Штатах в Америке. В каждом штате свои правила. Но они не должны противоречить общей Конституции Соединенных Штатов. Это абсолютный закон. Да иначе какое это будет государство? Я могу дом красить в любую краску, но я не могу ставить его поперек дороги. Не могу. Я должен с архитектурным отделом. Ну а дальше нам придется войти в противоречие с так называемой Конституцией, когда это уже пойдет, когда речь идет уже о конкретных, установлении конкретных... Ну печать принять, допустим, и тут мы умираем. Мы умираем за Христа и все. У нас выхода никакого нет. Я остаюсь верным Христу и захожу. И захожу. Никаких уступов, никаких компромиссов быть не может. Я христианин. И на этом все. И житие святого эпиктета я беру в основу. Они договорились с учеником. Давай, Бог спрашивает, что мы будем отмечать. Я христианин. Они говорят, где живете? Он говорит, я христианин. Ну и дальше, а где работаешь? Я христианин. Ну так и казнили их. А вот еще. В апокалипице сказано, что тот, кто поклонится имени его или примет печать антигреста, или поклонится имени его, будет пить вино ярости гнева Божия. Все-таки, вот, не означает ли это, что проблема, то есть, вернее, исповедание начинается еще задолго до печати антигреста. То есть, вот... За 3,5 года не задолго совсем. А он 7 лет будет царствовать. 3,5 года подготовительное, 3,5 победит, а потом 3,5 года мирового владышества. Недолго. Это все правильно сказали? Но ведь, по сути, ну, строго говоря, ИНН, который там штампует, кстати, имеется в налоговом номере, это уже номер? Сегодня? Нет. Это очень просто понять. Не продать, не купить. Вы продаете, все продаются, все покупают. Есть у тебя номер, ИНН нету, тогда этого не будет. Почему? Вот как в Америке сейчас есть. Ты посадил 12 кусок помидоров, 13 ты не посадишь, тебе не разрешается. Только для тебя, соседу дать не можешь. Ну, как это было, вот когда голодомор устраивали-то. Это будет совсем-совсем по-другому. То есть, правильно считать, что, то есть, когда вот этот момент наступает, когда без этих документов, без этих надписей, ты не можешь уже ни купить, ни продать, вот здесь уже начинается... Это все уже кончилось. Это уже прямо они ставят, или она видимая, или невидимая, может на постной ткани отобразиться. Вот еще, допустим, мы с вами подружились. Мы друзья. А вы говорите, а у меня и на... Знаете, я перед этим с вами поприветствовался, поцеловался, и буду прощаться, поприветствую, поцелуюсь. Для меня вы остались тот же самый брат. Это не печать. Это не печать, что ли? Вот и все. Но никому я не рекомендую ее принимать. Если можно, упрись до конца, ну, испытай себя, на что ты способен. Иначе от отступления компромисс может завести до того, что и печать будешь оправдывать. Ну, понимаем, одинаково. Почему? Один дух. Да. А дух, это дух Господний. Это вера. Где дух Господний, там свободу. Вот попы, почему не могут это делать? Меня спрашивают. Я говорю, вы рабы. Рабы чужого мнения, рабы епископа. Вы не даете духу Божию действовать. А вы... А что епископ скажет? А дух Божий ни с кем не советуется. Я ни разу, нигде в ответах от 4124 вопроса, которые отвечены на сайте и в книгах, я ни с кем не советовался. Ни с кем. Единственное, что я советуюсь с Библией и со своей совестью на молитве. И 10 лет, как вышли книги, и пока ни одного возражения, ну, ропот идет где-то, а адрес каждой книги, первая, самая последняя, ни одного ответа. У них ничего нет. Но попы все-таки получают. Но ведь можно ли, правильно ли обобщать попов? Ведь попы же разные. Есть попы, которые... Правильно, правильно. Но пока на пути у нас встречается, ну, скажем так, 55 гонителей и один нас поприветствовал. Так что процент совсем небольшой. Аям Затаус говорит, из священства большая часть погибает. Больше. То есть, вот 5 человек за столом, священники за столом, трое будут в аду. А Серафим три дня, три ночи поднимает руки и молится. Это настольная книга священнослужителя, третья, третий том, 501 страница. И Бог ему ответил, не пощежуй, не помилуй, как будто ни одного в России не спасается. Так что... А можно тогда вам порекомендовать заехать в Байкальск к отцу Владиславу? Конечно. Я вот порекомендую вам, можно? А где? В Байкальске, там, где там, Малахайтик, Малыхайтик, Малыхайтик объяснит. Байкальске, это за Слюдянкой. Где? За Слюдянкой. За Слюдянкой. Да, Листьянкой, да? Нет, Листьянка это в одну сторону, а Слюдянка в другую. Ну, дорогу мы не можем поехать, у нас график. Нет, все-таки стоит у вас ездить. Сколько от Листьянки, сколько их не выехать? Нет, а от Иркутска до туда где-то километра, наверное, сто семьдесят, сто восемьдесят. Так, ну, просто для этого человека мы не поедем. Я думаю, что это батюшка, который антиглобалист тоже. Он антиглобалист. Вы его даете на форум за день, на сайт. Я там весь, я ничего нового сказать не могу. Я высказался полностью. На форуме у меня тысячу триста тем. Тем. Ты понимаешь, какой тем? И на, на, отдельная тема. Там столько роликов, выступают какие люди, какие святые, что говорили. Тысячу триста тем. Там оборудование о семье, о птицах, о зверях. И все это роликами, оформлено, фильмами. Я просто знаю, что, грубо говоря, в этой округе, это единственное батюшка, я не говорю про отца Василия, который выступает против, вот, явно выступает против антиглобалистов. Так, сколько времени это? Я тоже побегу тогда. Давай сейчас, такси вызовем. Мы говорили до 11. Так, давайте, в городе помолимся, мы уходим. Нам очень рады уходить. Простите. Давай такси вызовем. Да, я такси вызовем. Ну, коротко, просто поблагодарю, что вы отпустили. Если вы идете домой. Да, домой. А вы уже сразу останетесь. Боже, милостью, будем не грешен. Создав мне, Господи, помилуй меня. Мечеславец и грешил, Господи, прости меня, грешен и помилуй. Отец Небесный, благодарим Тебя за эту возможность находиться в этом доме. Благослови Его и живущих здесь. Да будет благословена эта беседа. Распусти нас с миром. Научи нас всегда искать воли Твоей, исполнение ее. Мы так нуждаемся. Посети страдающих за слово Твое в тюрьмах, томящихся Константина, Александра Людмилу, неведомых страдарцев по всему лицу земли. Приготовь нас к великим испытаниям, грядущим на эту землю. Александр Невский, моли Бога о нас. Тебе, Господи, хвала, слава, честь и поклонение за все Твои милости. Аминь. Во славу Господи. Вы сказали вначале, что испытываете в общине испытание на ложь. Первое. Испытать очень трудно, и дальше покажет. Вот приезжает один человек, у него достаток, все есть у него. Но он ответил, сказал, я матерюсь. Он не солдат. Честный ответ. Честно ответил. Если он не сказал, Бадим приехал, я не матерюсь. На третий день мы уже узнали. Мы узнаем. Обстановка такая. На Фина, конечно. Он обязательно проявится где-то. Ты обманул. Давай сначала начнем. Вот ты бумага. Ты написал, что не будешь этого делать. У тебя этого нет. У тебя и делать не надо. Ты подал заявление. Тебе назначили испытательный срок. Это в течение года. Он не имеет права голоса. Это наш устав в Краевом отделе юстиции зарегистрировано. Это все официально. Вот к нам в деревню заезжает, пять дорог идут. И на каждом написано на территории деревни курить запрещается. Если приехали женщины, у кого-то что-то купить. Из машины вылазить нельзя, а ся на брюках. Принесут юбку, оденут, тогда выйдешь оттуда. У вас зарегистрировано как местное по закону о местном самоуправлении, да? Тебе, да. Орган самоуправления. Ну, в Краевом отделе юстиции все там, устав находится, все, что положено. А детей у вас не пытались отбирать? Никак. Ну, вы же, вы даете сельское образование? Государственная программа это особо, но... Ну, в государственной программе есть такие вещи, как в аудиологии. Ну, у нас нет этого. Не, но они, то есть... Я знаю, И не будет никогда. А, как в этом случае? У вас прививки никак. Никак, просто сказали, нет, и все, а что они могут сделать с нами? У нас молитва все перешивает. Вот, допустим, утонули шесть на Азовском море в детском лагере. А начальник, основатель детского лагеря, 40 лет. Без помощи государства тысячи детей поднять. Вы понимаете, что в каждом бы селе это было, мы бы Россию в один год подняли. Ну, почему ты этого не делаешь? Ты почему не делаешь? Почему ты это не делаешь? Почему мне это надо? Я 17 лет работаю в тюрьме. Нахожу все, отходы, бумагу, там, не хватало приемников, у них выступаю, собираю яйца, на Пасху несу, там, там, иду в администрацию. Это люди, которые в Китае не вышли, когда срок заканчивается. Они к нам придут. И этот сгусток злобы выплестится сюда. Задача, кем он будет? Один вопрос. А вы посмотрели, когда они выходят, меня эти люди встречают. Он дома жену так не встречал. Как тяжело нам было, а вы в это время единственный человек приходили. Мало того, у меня еще был доступ до личного дела как следователь. Это вообще вещь неслыханная. Почему? У меня близкая дружба с паркурером края, генерал-полковый, этот, лейтенант. Это Бог так делал, это я никто, я просто обыкновенный лап. доступ до смертников, ну теперь до пожизненных где-то. Начальник тюрьмы, пока я здесь, никогда ваша нога не ступит. На утро уже дверь открыта. Он сказал, это дело другое. Но как Бог сделает? Мэр, наш мэр, входит в десятку лучших мэров России. А он ко мне на дом приезжает. Притом он голубятник и я. Когда у меня все похитили, я вернулся реабилитировал, после, то я через короткое время начал требовать возвращения похищенного. А возвращать-то нечего. Ну то есть, по делам-то их должно быть как. И суд идет 11 лет. Вот, посмотрите, документ. Просчитайте. Сейчас Володя... Я не вижу очки. А сейчас Виктор просчитает. А вот ты видишь или нет? Просчитай. Комитет по социальному и пенсионному обеспечению населения. Администрация... Ну дальше еще напечатано. Город Барнаук. Лапкин, Игнатий Тихонович. Так, что тут напечатано? Барнау? Лапкин? Нет, ну вот это-то. Вот по порядку считайте. А, по это. Предъявитель настоящего свидетельства имеет право на льготу установленную статью 16 закона РСФСР о реабилитации жертв политических репрессий. Свидетельство бессрочное действительное на всей территории Российской Федерации. 2 июня 99-го. Понятно. Понятно. И я судился. 11 лет шел суд. Вещь невероятнейшая. Если утвердил Верховный суд страны, то это уже мертвое дело, гражданское дело. А мое дело вдруг повернули назад. Они отказывали мне. Президиум Верховного суда отменил. На новый рассмотр. И я выиграл процесс. Но выиграл дома совсем немного. 1,02 часа. Они должны были мне 11 миллиардов. Понимаете? Это фанатека. Оценена была по государственным расценкам. Но у них и этих денег не было. И тогда я предложил рассчитаться недвижимостью, домами. Нам молиться где-то надо было. 2 дома. Общая 226 квадратных метров и 13 соток в центре города. И там мы молимся. Мы начали переоборудование строить. Мэр города сразу приехал, посмотрел. А он как раз перед этим была статья в газете. Сфотографировались по рукам и даже поцеловались. Это Бог так делает. А как вы относитесь к тому, что делают некоторые домашние церкви? Домовые церкви? Как вы к этому относитесь? Ну смотря какая причина. Она домашняя церковь. Домовая. Должна быть в каждом доме. Вы в храм не пойдете. У вас жена, дети. Вот это есть домашняя церковь. Речь идет о другом. А именно о том, что он был священник. Ну смотря с чем это связано. Вот у нас первые годы так и было в доме. Первую пасху встречали у батюшки иконостасы и Сан Тимин на подоконнике стоял. Ну и сама она сделала первый дом. А теперь у нас храм построили все официальные. Епископ приезжает, служит. А вот А вы пресекались с катакомбниками? А нас такими считают. Мы как раз неились. Нет, нет, секундочку. Есть катакомбники, которые там я слышал такой как бы старец его называют в Дивеево такой, и Анна. Нет. Такое в Пермини так, к примеру. Нет, это никак. Нас считали все время катакомбами. Но мы открыто, мы действуем, открыто, работаем на государственной службе, служат в армии, но у нас присягу не принимает никто. Вот у нас строжайшие не принимают присягу. Клятвы не даем. Идут в армию на альтернативной основе. Идут с бородами, возвращаются, там соблюдают посты, все как положено. У нас оружие никто не берет. И у нас на это есть твердое обоснование на основании Библии святых отцов. Это все в одной книге. Книга называется «К истинному православию». А воины получается, православные, которые служили царя, они... А вы получили свою жалобу. Проглотите эту желчь, которую нам накопили. Где что накоплено царями воевали? Ничего нету. Россию делить будут на еще осенью, ну максимум через два года. Хьюстонский проект уже в полном действии идет. А все-таки вот как вы относитесь к тому, что все-таки высшая царь, власть по мазникам божьим все-таки о царе говорите. О царе договорите. Ну и что? Вот все-таки как ваше отношение к царе? Отношение такое. Как Бог дал, так и слушаемся. Саула народ выпросил, народ выпросил на свою голову. Он город священнически уничтожил. Пошел к ведьме и закончил жизнь самоубийством. Лучший Бог избрал его. И он сам ему сказал, вы согрешили против Бога. Вы отвергли меня через пороков Бог отвечал. А мы хотим, как у всех народов. У нас был царь. Ну взяли царя. Какой царь? Царь Николай никудышный был. Такое допустил, такое распутство. Да Петр Первый позволил бы это или нет? Ну Петр Первый или Николай Первый. Да и он бы пятьсот декабристов этих сдернул и все кончилось. Но из царей по-христиански лучшего Николая Второго никого не было. Он достоин колонизации. Как христианин, он, понимаете, он в другом сфере был, чем те цари. Но он же просился, чтобы его по-патриархам поставили. И все промолчали. Я не говорю правильно или неправильно, но факт есть факт. Да. Вот так. И поэтому будет царь, принимаем нету. Мы трудимся. А что сегодня царя дать, когда говорит, без царя в голове? Его сметут. А вот как он, священники, клиники, они же не имеют права служить, священниками быть? Там есть небольшое такое как бы резюме, что при великой нужде никаких священников больше нет, то допускается. Есть ссылка в правиле. Это очень редкое место, которое указывает, ну, хотя он по нужде принял крещение, в великой болезни, болезнь его затрамбовала к христианству. Не ставили. Но, однако, когда никого нигде нету, тогда можно ставить. Ну, приходится согласиться. Вот мы говорим, мы против объединения были на то. Молились, чтобы нам не забунтовать. Ну, мы согласились. Но, у них как-то проходили. Сейчас пять лет, постепенно все вошли в московскую патриархию, кто-то к Агафангелу Пашковскому там на Украине, кто-то к Тихону Омскому. А мы никуда. Мы стоим на месте. И они сейчас не знают, что с нами делать. Признаем патриархию, патриархи, если она служит, а патриархам у нас Ларион, мы напрямую Ларион, на Ларион патриарху. Мы не пойдем напрямую никогда. Они сразу все уничтожат. Уничтожат общину, детский лагерь, деревня. Они сразу все уничтожат. Да. Это все выставлено в интернете. Вот когда зайдете на сайт и на форум, как у нас рабочая группа, я в епархии выступаю по этой теме. И рядом сидят пять священников, и я говорю слово перед ними. Вот в интернете, ну, это мне не в интернете, а на занятиях в университете, задавали вопрос, что бы вы сделали, если были патриархом? Ну, я говорю, не дай Бог, чтобы это было. Ну, а если бы было, давайте теоретизирую. Первое, что бы я сделал, я патриарх, прошу починиться. С сегодняшнего дня я приказываю, не советую с ни с кем, я же единобластный начальник, прекратить строительство всех храмов, чтобы государственных денег ни копейки нигде не было, это каббала. Первое, прекратить. Так? Второе, открыть все деньги, которые освободятся, бросить на издание Новых Заветов. Третье, в один день я патриарх, я открываю тысячи училищ, но в них я поставлю проповедовать не этих семинаристов, я выпрошу лучших баптистов, и каждый из них подпишется, что православную догматику ни один нигде не будет задевать и трогать, а не знать, что говорить и проповедовать. А что в храмах? Теперь, священники, которые не достигли 30-летнего возраста, согласно 6-го Вселенского Собора 14-го правила, должны быть запрещены, ждать урещенных лет. Все, которые крещены не в полное погружение, крестить по полному погружению. Ну и, я сказал, имя свое менять не стал, я бы в честь Игнатия Ростовского щедотворца, назвался бы в честь Игнатия Богоносца. Ну и до вечера постарайся найти место, где бы церковная мафия, чтобы не достала, не убила. У меня конкретная программа. А они когда в Захаре, я говорю, я не патриарх, я просто ответил. Я это все патриарху Кириллу написал. Если бы вы знали, говорю, патриарх, кто вашим именем прикрывается? Что они вытворяют? Что они делают? Как они обманывают народ? Как они гребут последнюю шкуру, дерут с него? Такие цены назначают уму непостижимо. А люди приходят ко мне жаловаться. Ну я не патриарх, я говорю еще, у меня не избрали. Ко мне с жалобами идут. Не с одного места, а с разных. А выход есть, выход есть. Плакать и молиться, я больше ничего не могу делать. Простирайся к Богу. А скажите, как вы относитесь к тому, что епископ Диамид каноничный или нет, на ваш взгляд? Диамид Анафилов? Нет, Диамид. Диамид, абсолютно каноничный. Его антиканоничные истории. Исторжение его, снятие с вами не каноничное. То, что он сам анафилствовал, это каноничное или нет? Он сам, нет, он не имел права делать. Он не имел права делать. Он не имел права, но он законный епископ. Он остался, и его никто не имел. Ну, это все фикция. Я каждый день молюсь за епископа Диамида каждый день. Он в моем сердце. Но он что делал, там вначале против мобильных телефонов, ну, тоже погнали, неизвестно, говорят, муру гонят в тумане. Нам нужно то, чтобы люди полюбили Христа, познакомились со Христом, жили для Христа во Христе. Жили по Ивану. Чтобы мы с собой отобразили образ Христов. Я говорю, что литургия это не служение только в храме. Вся жизнь литургии должна быть. Мы должны ликующую песню воспевать Господа за все окружающее нас. За скорбь, печаль, за болезнь, за здоровье. Вот стонут, стонут. Не надо стонать. Вот мы нынче приобрели машину. А у нас не на что. Мы приобрели. Вот мы книг загрузили с 700 с лишним килограмм. Сейчас возвращаемся только на Листьярске и домой. Опять загружаемся в другой конец. Нам это надо? Это моя Родина. Вот посмотрели, вот у меня детский лагерь 40 лет. И лозунг висит, Россия должна встать. Еще пониже. Россия это мы. А Россия должна встать? Дети скандируют такие сопляки. Россия это мы. А Россия должна встать? Желательно. Россия все-таки является особой заквасткой в мире. До нее доходили и лопались здесь Гитлер и Наполеон. Без нее мир качнется очень и очень быстро далеко в ту сторону. Сопротивления никакого не будет. Больше ниоткуда. А вот говорите Вы пророчеством о том, что будет война, в которой нельзя православному участвовать? Ее вообще нельзя участвовать. Это я Вам докажу в течение 20 минут, что просто дам книгу к истинному православию. Достать завтра надо будет. И там есть. А я говорю Вам любите друга. И жития святых, и ироны, другие. Они не воевали. Они молитвы, мы большую пользу приносим как-то тацантам, епископам говорил. Чем Вы своим оружием. Мы же даже для Бога трудиться то, что у нас есть. Мы за миром. И каждый день просим и благодарим за мир. Но куда воевать? Кого защищать? Олигархов? Их футбольные поля яхты? Куда я отдам сына? Куда ты пойдешь? Защит? А когда Китай нападет? А перед Китаем даже не вздрогнем. Сто развернутых дивизий против одной разбросанной. Палками, бамбуками задолго за полчаса. И он двинет сюда в плед. Как бы. Уже 25 миллионов живет на Востоке. Восток весь уже захваченный. Не надо играть. Надо реально смотреть. Эти данные у меня в книгах помещены. Притом говорит не кто-то генерал армии Ивашов. Ну какие еще? Родионов сказать. Ивашов, генерал-полковник, депутаты нашей думы. Что? Готовятся только к партизанской войне. Россию уже проиграли, она уже не наша. Исходить только... А партизанская война будет успешна? Когда? Партизанская война будет успешна? Не будет. Она не нужна. Будет так, как назначена. А что делать? Ничего не делать. Ложись и помирай. С Богом. Какая мне разница, что здесь будет, если я буду в раю? Какая? Вот на какая независимость? Какая независимость? Ну ты выйди на улицу и посмотри, кто у вас живет в городе. Сколько их всех чернявых, красивых. Где ваши русские женщины? Где девушки? С кем они? А мы шли? Шли. Да не русские. У вас много таких? Конечно много. По Франции уже 48% только мусульман. За последние, кажется, 15 лет в 32 раза больше мусульман стало в Канаде. Там уже все мусульманское. Воевать по детским. Это мир совершенно другой. Чтобы, вот Дмитрий Смирнов выступает, он по военному, силовую структуру, по патриарху. Его и выговорят, а здесь Дмитрий, неужели так безнадежно? Он говорит, абсолютно. Единственное, что могло бы тормознуть маленько, если бы каждая женщина с сегодняшнего дня стала рожать 8 детей. Другого выхода нет. У нас в среднем 1,8 ребенка на семью. У мусульман 8,1. Ну, еще непонятно. Ихилл Арафат говорил, нам эта, Бога, не нужна. Мы взорвем мир мусульманской маткой. Вот и все. У них 12 детей, это не чудо, у нас не найдешь. А Дмитрий Манделеев был 17-м ребенком в семье. Вот у нас у отца было их 12 детей. Мир совершенно другой уже сегодня. Надо реально смотреть на это. А как вы относитесь к мусульманам? В моей книге 18-й, там показано. Я им свидетельствую. Моя переписка с мусульманкой, она преподаватель теологического факультета в Баку. Она готова уже сегодня крещение принять. Она ходит со своими студентами, мусульманками в православный монастырь, считает пстанты. И наша переписка на моем форуме. Заведи в поисковик, когда зайдешь на форуме. Переписка. И там переписка в прошлом году, я переписывался с руководителем одной секты харизматического. На 11 лет у них был руководитель. Мы переписываемся с ним, переписываемся. Наконец-то он все оставляет, принимает крещение в полное погружение и сейчас готовится на священниках. Это реальный труд. Вместе с семьей, жена, крестница и все это там с фотографиями, как и город Ярославль. Это на моем форуме. Вот откройте, когда сайт, а вверху написано православный форум Игнатия Лапки. Ну вот это отклон и на форуме. Дальше регистрируйся, участвуй, вставляй в свой материал. Если в мейл.ру зайдете, напишите Игнатия Лапки, ну допустим, если взять там Волохов, Виктор, то там может быть 300 человек таких. Вы даже не знаете сколько. Игнатия Лапки, я один. Вот так. Редкая фамилия, редкое имя. И вы там найдете на моем мейл.ру 3 тысячи, 2800 фотографий, почти 530 роликов про нашу жизнь, как мы живем, собрания проводим, как у нас занятия идут. Вы все там найдете. Вы как будто среди нас будете. Вот Володя снимает, он там как раз есть. Вы Николая не раз там увидите. А как вы объясните с тем, что все-таки вот почему этот опыт, если он, вы проводите от работы, как объяснить, что этот опыт не повторяется в других регионах? Сергей Саровский мы это задавали, задавали такой вопрос. Почему очень у тебя получилось? Он говорит, решимости не хватает. Ответ один. Надо решительно это все оставить. Апостол Павел сказал, не буду есть мясо вовек, пить вина, чтобы не подать соблазн. Ты прочитал это? Считал? Мясо ешь? Ест. Ешь мясо? Ем. Я прочитал, больше не ем. Мясо в рот. Вот разница. Почему? Теперь спроси себя. Вино выпиваешь иногда? Выпиваешь иногда? Я в рот не беру ни грамма, ни капли. Я прочитал, для меня это конец было. Это нынче, вот 50 лет, как я на этом остановился. Для меня, если прозвучало, я принял это прямо от неба, голос, ни буквы в книге. Вот и все. Теперь спрашиваю, почему? Почему ты не подражаешь Павлу или мне? Павел говорит, подражайте мне и тем, в которых видите образ мой. Я подражаю Павлу в 100%. Вот смотрите, нужно в церковь убрать торговлю, торговля должна быть. А как же священникам? Святая Десятина. Все, что ты заработал, продал, накопал в огороде, все приноси в священство. Папы живут, толстопузы. Тебя это не касается. Я работаю на корабле. Я только уверовал. И вдруг я слышал про Десятину. И ты услышал, но ведь не платишь. А я услышал, и ровно 50 лет уже я плачу 9 Десятин. Из 100 заработанных рублей 90 отдают церковь. 90. На десятку не прожить, поэтому я работаю на 2-3 работах. Я это продержал в таком накале 50 лет уже, в 1027-7. А почему не другой? А кто нет, есть так, никого нет. А там мой характер, я люблю моего Господа, я люблю его. И услышав однажды, мне больше не надо повторять. Вот и все. Как вопрос его задавал. А батюшка, как он должен выступать? Батюшка, пишите вот эти 9, 9 из 10, то есть, даже 10. Как он должен приезжать с этими? Что он, сколько он может на себе? А он должен надавать, батюшка из Десятины моей, должен отдать Десятину на нищих, на сих. Златоус это говорит, или книга, А на себя сколько он должен потратить? А это руководит он меня, за него я счет не даю. А есть правила на эту тему или нет? Нет. Это ему принадлежит. Потому что я, допустим, в одном храме видел такое. Так он не должен на себя тратить, он даже не знает еще. Я ведь 9, 10, то ему руки не отдаю. Я ему Десятину отдал, а 8 я несу туда, где подпольно издают Евангелие. А Евангелие распространяют. Я рассказываю вам. Я почему? Нет, в храме, я видел в одном храме два ящика. Один, прямо написано, на содержание храма, а другой, на содержание священника, его семьи. Которая на священник, это одна Десятина. Вот это вторая, это на содержание храма. И третья Десятина, это книга Тавит 1,8. Посчитайте. Третья, на нищих стиротов 1,2. Кто щедро сеет, щедро жрет. Вот к этому относятся. Три Десятины Тавит плодил всегда. Но я решил, я никого не принуждаю, чтобы плодить. Это какую веру надо иметь Господа? У меня вот такая вера. Я не мог отступиться. Почему, когда меня судили, судья говорит, посмотрите Латкин, весь зал, все верующие. Почему мы никого не судим? Я тогда встал и говорю, вы слышите, что говорит судья? Идите прямо за Христом и со мной рядом сядете. Какие вы счастливы будете. Значит, нету такой... Вот они когда приговор уже вынесли, ну, вы поняли, что я вот так стою там за решеткой, я говорю, вот так шагнул два раза, я говорю, два раза шагнули на той стороне буду, вместе с порохом Ильей. А вы ничего не сделаете. А вот Евангелие на каком лучше языке читать? На русском, конечно. Для русского, русского, для японского, на японском. А благословение все-таки у нас идет на церковно-славянском, но все библейское, псалтырь, Евангелие, Паримий, все считается прямо по синодальной Библии на русском языке. Мы добились. Епископ запретил нас на три года касаться русского языка. Мы послушались, писали в синод, добились, теперь слушаем. Надо у нас сточего добиваться цели. Вот меня спрашивают, но вот препятствия, у вас были препятствия, которые бы вы не могли обойти? В одном месте так я не могу. В богослужении. Вот эти сорок, Господи помилуй, ничего глупее не придумаешь. Господи помилуй, Господи помилуй, это неверие. Больше, чем три раза никогда не надо говорить. Он меня просил. Вот считает канон Андрея Критского. И все, помилуй меня, Боже, помилуй меня, это канон, написан для оглашенных. Мы его составили на три части. Молитва трех частей. Первая, просительная, дай прости. Вторая, благодарю тебя, за все благодарю. Написано, за все благодарите. Первая, Фессаллитистам 3,18. И третья, это архангельское словословие, слава Суе Сыну, Аллилуйя. И вот мы канон сделали, помилуй меня, Боже, вторая часть считается те же самые события, на благодарение. И третья, на словословие Святой Троицы. Нам расходиться не хочет. Кончится Андрей Критского, вот когда считается, там, в первые четыре дня, а люди выйдут у нас в трапезной, сидят, поют и поют. Это такой запал дает. А почему Андрей так написал? Потому что Андрей, архиепископ Кесарий, Кесарийский, он подписал анафему Шестому Вселенскому Собору. И всю жизнь каялся, просил у Бога прощения. Я не проклинал Шестой Вселенский Собор, мне это не надо. Мне надо Бога славить. И все время, Господи помилуй, это говорит о невозрожденной душе, о мертвости. Люди не понимают, даже когда я говорю, как так? Да это Андрей, не трожься, Андрей. 504 события в библии перевел в покаяние. Я беру третью часть, перевожу в благодарение. А как? Ну, на процентах он говорит, Господи, неневитяне согрешили. Как тяжко они поступили с тобой. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я такой же, как эти неневитяне. Я говорю дальше, неневитяне согрешили, но милосердие Твое послала к ним пророка. Как Ты благ и милосердь, Господи, хвала Тебе, благодарю Тебя, я такой же и жду Тебя. Я так примеру говорю. Третье. Господи, неневитяне согрешили и пали, но милосердия Твоем нет конца. Как Ты благ и велик. Тебя за это воспевают ангелы, хруимы, аллилуйя, слава Тебе. Слава Тебе, Боже, слава Тебе. Это тоже самый канон, но он заскучит в другой тональности. Можно своими словами молиться. А должно быть так. Филиппистам Павел говорит, открывайте перед Богом свои желания. Свои желания, а не только... Мы читаем правила, читаем по уставу, как положено, утренне, вечернее, псалтыр на русском языке, но обязательно своими словами. У нас своя нужда сегодня, чтобы Бог нас закрыл, защитил, помиловал, открыл сердца людей, где мы встречаемся, дал нам приют, вот он дал, мы здесь и не думали бы, и вдруг какой-то Виктор... Уехали, Виктор раз провожал, а другой Виктор тут принял. Понятно. Так, вы знаете, мне сейчас надо, к сожалению, ехать, да? Знаете, сейчас... Вот, я понимаю, что... У вас какие планы? У нас планы такие. В первую очередь, завтра нерабочий день. Мы встаем в 4.40 навсегда, такое правило, чтобы помолиться можно было, не торопясь, почитать Евангелие, но в дороге это сокращено. Зато днем мы несколько раз останавливаемся у дороги и молимся. Доехать на Листвянке. Это у нас как бы конечный. Дальше идут в Ламуде, Бурятия, там, может быть, и русских-то никого нету. Мы их поверну на север, так думаю. Какие там районные центры? Только два, может. Дальше у нас распределенно возвращаемся назад, из Красноярска опускаемся мы... Там, где он отец-то этот? Василий? Нет. Из Красноярска-то. Отец Геннадий. Геннадий Иванович. Абакан. Абакан. Абакан именусинский. Все. И дорогу сегодня мы были у Сольского. А как вы относитесь к идее крестных ходов? Разные крестные ходы. Это неоднозначное явление. У нас крестные ходы совершаются. Но они как совершаются вокруг храма, когда праздник Престольной иконы обнесли и все. Но бывает иногда тяжкое состояние. Один человек у нас начал безобразничать и не выезжает. Никак. Ну, безобразничать и ничего нельзя сделать. Тогда батюшка предупредил его, если ты не выйдешь, мы сделаем крестный ход. И к нему еще один пристал. Снова батюшка его предупредил. Он вечером прибежал, он упал, он просит прощения. Не захватите меня. Тогда утром крестный ход и мы прошли вокруг, захватили его дом и пришли домой. Крещу у него уже не было по своим решениям. У нас великая вера и сила. Его как будто бы огромный торнадо сдул и больше никогда не было. Крестные ходы должны быть, как и ерехон, когда нужда, беда какая. Начался этот куриный гриб, скотина дохлая, то объявили крестный ход по всей деревне. Батюшка шел, водой закрапил, дьяхов держал его, закрапил. У нас никогда ничего не бывает. Ни болезни. Я за всю жизнь оттуда и таблетки не съел. Они мне не нужны. А вот крестный ход из Барнового в Карабельниково? Мы только думали в Карабельниково. И когда приехали туда, попы вызвали милицию и натравили. буйные, бешеные псы. Вот почему, то есть вы на самом куриственном ходе участвовали? Нет, не участвовали. Мы приехали на машинах туда и прошли по всей деревне в каждый дом. 450 новых заветов раздали. И только в трех домах нашли новый завет. А почему так, попы, отношение такое? Вот знаете, написано такое, апостол Павел Галатом говорит, как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Больше никак. Ничем нельзя. Они не с баптистами, не с баутистами, не с баутистами, но только нам. Потому что мы показали, это не православие, что у них. Православие это чистота, это нежность, это целомудрие, это братство, это возвышенность, это прорыв из этой тьмы. А там ничего нет, вышел с такой мамоной перед народом. Почему к народу, Бог, не идешь-то? Нет, еще и проповедение. Я еще объясняю. Вот, наша сестра, Нина с нами там ходила, и она в одной бабушке спрашивает, что у вас есть Евангелие? Есть. Она выносит сонник, вот такой толстый сны. Так это сонник, так это божественная книга. Я говорю, Евангелие вам нужно? А что это такое? Ну, Евангелие? А, я думала, что это помянник. Ну, что надо, отец Роман помянет. Народ дурной, глупый, оболваненный попами. Потому что слово-то Божие не говорят. Да, они не говорят. Не говорят, да. А если он говорит, то говорит, так, глаза заказят под потолок, сам не знает, о чем говорил. А вот Георгий, он же катехизатор. Он что? Катехизатор. Оглашает. Ну, это прекрасное дело, но если он знает и говорит, как должно. Вы должны на первое место вывести слово о Христе. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. А дальше ты не выйдешь на катехизацию, пока не будешь обречен силой Духа Святого. Апостол сказал, говорит, сидите и ждите обетованного Духа Святого. И будете мне свидетелем до краев земли. Вот мы идем, вы сидите. Разница есть? Мы идем, вы сидите. Так мы идем, только это маленькое отрожа, куда мы идем. Так мы идем не с пустыми руками. Вот только сейчас за одну поездку 750 килограмм только литературу раздаем. каждый христианин обязан проповедовать Слово Божие. Каждый христианин. Всюду и везде, где ты здесь. Но раз я это услышал, проверь сегодняшний день, кому ты засвидетельствовал, кому говорил. Когда ты вчера встречался с кем, кому ты засвидетельствовал, кому показал Христа. Вера и дела это выходит. Да. Вера и дела. Вера и дела мертва. Если подадите чашу холодной воды на кое-де пророка, получите награду пророка. Это ваша награда, чтобы у вас остановились. Мы этим самым выполнили долг Божий. Я сегодня просил, ребята, не надо заезжать. Его нет дома, поехали скорее за поле, на поле дальше уедем, мы сразу сворачиваем лесополосы. Если бы они меня послушались, но они своевольничают. Мы-то перед Богом ходим. А понимаете как? У нас видела такая свобода, что я не диктатор. Я такое только предложение дал и в угол опять закатился. А они дальше катаются, делают как хотят. Спасибо Господи. А еще вопрос. Вы говорили, дар святого духа. Какие признаки? Дар святого духа? Да. Ну, сравнился с первым сейчас со священным писанием. Сходится это или не сходится? Ну, проще сказать так. Вы хотите какое-то дело сделать, но духовно оно будет или нет. Нужно 4 вопроса ставить. 4 вопроса ты отвечаешь положительно, начинай делать. Даже не сомневаешься. Допустим, ты решил вот эту квартиру разменять на большую, на большую. Или из Иркутска переехать в Ташкент. Первый вопрос стар. Так, что я ищу? Духовного или телесного? На бумаге. А бумагу напиши. Плюс, минус. А дальше, если я сделаю то, то что будет положительно сделать? Духовного или телесного ты ищешь? Разобрался. Что об этом говорит Святая Библия? Третий вопрос там. Не судит ли меня совесть за то, что я сейчас вот это делаю? Совесть обратиться своей. Потому что совесть это главный индикатор. И четвертое. Не принесу ли я этим делом соблазн для кого-либо? Когда ты ответил положительно, начинай делать. Тебе советчики не нужны. Ты больше советуешься с Богом. Притом, все это на молитве. Ты решил вот это ответить? Переезжать? Не переезжать? Не знаю. Угол. Я вот встал. Вот я покажу. Карман. Вот у меня карман. Я сейчас в карман залезу. Лестовка, щетки, стоп. Ты должен все время с ними быть. Но мы одеваем на себя этот и костюм переложил. Она всегда со мной. Какая нужна? Я в угол. Вот поэты там какие мои стихи читают. Это где вы такие темы берете? Я говорю, у меня угол есть один. Красный называется. И у меня еще вот такие апонем сбираются на небо. Спрашиваю Бога милости. Когда читают стихи, я в литературном институте читал, они даже не поверят, что такие стихи вообще-то и есть. Они все абсолютно библейского содержания. Но называется экстраполяция событий на сегодняшний день. Слово Божие живое и действие. Ты считаешь и говоришь, это про меня написано, а ты считаешь, нет, это про меня. Это Бог так дает. И тему ее нельзя придумать. Она просто приходит. Так как? Во время молитвы. Я молюсь, и приходится надо взять карандаш и быстренько первые строчки записать. А вот по поводу соблазна для ближних, да? Речь идет о семейной жизни. Ведь с одной стороны, действительно, я могу поступить так, как мне удобно в духовном плане, но в то же время быть соблазном для своих близких. По конкретному случаю, это соблазн или не соблазн еще. Тут должен быть духовный руководитель, если у самого не хватает. Побеседовать и рассмотреть. Вот допустим, оно кажется соблазном. Я побеседую с вашей женой, я ей объясню, и это ваше собой действие, которое вы делали, оно уже не для нее не будет соблазном. Она будет великой. Какого мужа мне Бог дал? А я-то что думала? То есть она вас будет встречать как царя, как наставник, как руководителя. А сейчас... А сейчас...